На этом листе мы пройдем с вами 10 условий, которые Иешуа заключил с еврейским народом, когда они завоевали Исраэль, и он делил эту эрит Исраэль. Когда евреи пришли, они в принципе сами согласились на эти условия и хотели, чтобы эти условия были. Но Иешуа понимал, что сейчас они рады, что они наконец-то пришли в обитованную землю, чего не видели даже их праоцы, через 40 лет скитания по пустыне, через 200 лет египетского изгнания. Но потом он понимал, что через поколение, через два, они приживутся, и начнется зависть, начнется недопонимание, раздоры. Поэтому он постановил эти 10 условий. Как рассказывает про историю Равами Апта, пришел к нему богат человек, он сказал, такому бедняку ты должен дать столько-то денег. Он говорит, почему я должен дать, я не буду давать, он говорит, если ты не дашь, ты обеднеешь. И на самом деле он обеднел и призвал его в беден Равами Апта, говорит, почему из-за него я стал бедным. Он ему сказал, что когда мы были с тобой на небесах, души наши спускались, мне хотели дать большое богатство, но я от него отказался, потому что я хотел быть занятой, а не бизнесом. И эти деньги отдали тебе, поэтому ты их хранил, ты должен был распоряжаться и иметь так, как я хочу. Но так как ты не согласился, так как ты не выполнил свою миссию, условия ты не выполнил, эти деньги перешли к другому. Вот так же и Йошуа постановил эти условия, чтобы евреи жили мирно в Верет-Исраэль, чтобы они уступали и были добрыми. Первое, говорит Брайта так, начальник Мары говорит, что это Брайта, Брайта это мишна, которую Раби Иудай не записал. Кто написал Мишнает и Брайтот, мудрецы Мишны, Танаим. Потом мудрецы Мары их объясняют, Амурай. Асара Танаим и Тана Йошуа. Как мы сказали, перед входом или когда вошли в Верет-Исраэль и разделили землю, 10 условий сделал и ушло. Первое, что люди имеют право пасти своих животных в лесах чужого человека. То есть у меня есть животные, у вас, Мурай, у кого есть лес, я могу своих животных принести в этот лес, потому что от этого вы не теряете, и я выигрываю. Но Мара объясняет это, что когда у меня мелкий, живет мелкий, рогатый скот, и я привожу его в большой лес, или в лес, где деревья уже взрослые. И нет опасения, как объясняет Ше Эйнам Мехале, это Иланод, как объясняет Раши, что нет опасения, что эти барашки уничтожат этот лес. Но крупный рогатый скот не имеют права приносить даже в огромный лес, с огромными деревьями. Мелкий рогатый скот в маленький лес, или с молодыми деревьями. И тем более крупный рогатый скот в мелкий лес не имеют права приносить. Почему? Говорит Раши опять, Мехале это Иланод, потому что они уничтожат деревья, которые там есть. Это первый условие. Второй условие. Что человек имеет право прийти и собирать деревяшки, деревесину на чужом поле. Но Мара объясняет, что значит прийти на другое поле. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что по-русски называется ежевика и терномник. То есть о кустарниках. Есть у человека на поле кустарники, чужой человек может прийти на поле и ему эти кустарники собрать. Как дрова для себя. Но опять же, Мара говорит, есть условия. Бэм хубарин. При условии, что они еще прикреплены к земле. Бэлах. Кроме этого, они еще влажны. Почему? Ло дате алай. Потому что хозяину эти кустарники не важны. Но бэшаритим. Другие деревья, человек не имеет право приходить кому-то на поле и срезать. Бэт лучин. А если даже эти кустарники были уже срезаны, значит хозяин их подготовил, чтобы забрать себе. Боевищи. Или если они уже были сухие, то даже если они еще прикреплены к земле, нельзя чужому человеку играть. Почему? Дате алай. Потому что хозяин хочет, чтобы они остались для него. Третье условие. Человек имеет право прийти на поле к другому человеку, чтобы собрать траву. Любую траву, кроме того, что называется тильтан. Тильтан это по-русски переводится пожитник. Это вот такое растение. Теперь. Бэдмара. Так говорит брат. Говорит, Мара, а как так может быть? Мы говорили, но в Масахет Килайм. Что было кильтан? Там написано, что интересно, Бэддин выходил и проверял людей, чтобы не было киляем. Смеси разных растений, как мы проходили с вами в Масахет Килайм. Бэддин посылал людей, чтобы делали прополку. Сначала Бэддин сам делал его посланник, и потом заставляли людей делать прополку, чтобы не было смеси. И что там написано? Написано в Масахет Килайм. Ло ма алу ла асавим. Что трава не хороша для этого пожитника, для тильтана. Фенуголька называется по-английски. Говорит Мара. Ага. Ответ как? Как две эти братья противоречат? Первое. Кан ле зир. Кан ле зир. Когда человек хочет, как вот здесь, семена этого пожитника, семена этого тильтана. Если ему нужны семена, кашу ла асавим демеха шеле. Тогда трава, которая растет рядом с этим пожитником, она неблагоприятна для семян. Она делает этот пожитник более слабым. Ма але ка. Дальше. Ма але ла ла ки каме бене асаве ми яркина. Но, если ему нужна сама зелень этого пожитника, листочка его, то тогда трава полезна для него. Почему? Потому что он сам по себе ему тяжело расти. Ему нужно за что-то цепляться, чтобы расти. Поэтому трава ему помогает. Это первый ответ. Второй ответ. Там, где это постоянно для человека, и откуда мы видим, что это для человека, есть красивые прямые грядки, как надо, то тогда трава, она вредна для этого пожитника. Для тильтана, фенугриф. А если для животного? Как вы знаете, для животного? Там нет порядка на этом поле. Тогда для животного полезна и трава, которая растет вместе с ним, потому что животное съест и эту траву, и этот пожитник. Дальше. Четвертое условие. Векотмин нитиот бехоль маком хуц мигруфиот шельзайт. Человек имеет право прийти к соседу, другому человеку на поле, в сад, и срезать веточки у него с его дерева. Для того, чтобы потом эти веточки посадить у себя, чтобы были деревья, отростки срезать, имеет право. Чтобы у него были деревья. Говорит, Мара, что? Почему? Ген. Но все это имеет дело, кроме того, как срезать эту веточку с пня. Пень. Осталось, у него было оливковое дерево. Он срезал пень. Теперь, по закону Торы, человек не имеет права срезать дерево прямо под землю, прямо под корень. Он должен оставить пень и дать возможность этому дереву снова прорасти. Поэтому, как здесь нарисовали, этот отросток, он не может срезать для себя, несмотря на то, что я уже сделал условия. Почему? Потому что, как мы сказали, он должен расти. Дальше. Теперь. Ген. Мехалифот. Умациот. Бадин. Мы сказали, потому что они прорастают. Дальше. Чтобы дерево дальше снова стало расти, дать ему возможность вырасти. Может быть, оно болело. Я не знаю, почему мы будем его срезать. Дальше. Мора говорит так. Когда. Без зайца, кобеца. Что оливковое дерево, когда человек срезает, должен быть срезать, как размер с яйца. То есть, высоту яйца он должен от земли оставить. Беканим у бакфаним. Мина пеапкар ульмала. Когда он срезает другие деревья, виноградник и так далее, он хочет срезать себе листочек, имеет право срезать его от зависти, скажем. Это зависть, скажем, где связываются деревья. Где, ну, как глаз там есть на дереве, когда, например, деревья, где ветка, где почка. Теперь. Теперь мы сказали, что все другие деревья, кроме оливков, виноградника и камыша, он имеет право срезать тонкие ветки, но не толстые. Так что. Новые веточки, которые пошли, как мы здесь видим, новые веточки, которые пошли, но не старые. Новые веточки фруктов еще не дали. И он имеет право, как мы сказали, вот эти новые веточки, которые пошли, это имеет право срезать, но не ниже. И кроме этого, срезает веточки, которые не видят солнца. То есть внутренние ветки деревьев. Почему? Потому что солнце хорошо для плодов, и она, плоды хорошо поспевают. Поэтому эти веточки, для того, чтобы посадить эти отростки у себя в саду, человек не имеет право срезать. Как мы сказали, основные ветки дерева, те ветки, которые смотрят к солнцу. Потому что солнце помогает этим плодам поспеть и быть сладким. Пятое условие. Появился новый родник на поле, на горах и так далее. На горах это больше. Там, тогда люди этого города имеют право, даже эта гора частная, люди этого города имеют право пользоваться водой этого родника без оплаты. Как объясняет решение, тем более старые родники, которые были со временем Йошу. Шестое условие. Умхакин беяма шел твери. Убилваат шелоги фроскала веямид эта свина. Человек имеет право, любой. Теперь. Озеро Кинэрет. К кому колену принадлежит? Колену нафталит. Говорит, любой человек из любого колена имеет право прийти. На Кинэрет и ловить там рыбу. Удочкой или небольшими сетями. Но не имеет права ставить там сети или забор, который будет мешать проходить там пароходом, лодками и так далее. Не имеет права делать примерно что-то такое. Забор или большие сети ставить. Но удочкой ловить имеет право. Теперь. Мора говорит, что когда пришли к вере от Исраэль, евреи, все, что было не прикреплено к земле, принадлежало всем коленам. Это было ничейное. Солдаты любого колена и выезды любого колена могут это забрать. Нашли там, я знаю, часы, ручки, браслеты и так далее. Но деревья или кустальники, то, что было прикреплено к земле, уже принадлежало тому колену, которому эту землю разделили. Кроме этого, юрная часть, наверное, так говорит Мора, тоже небольшую полосу. Рядом с морем, рядом с озером отдали колену нафтали, чтобы они могли там рыбачить. Мора говорит, интересно, что все колена в земле Израиля получили землю в Израиле. Они получили, все получили горы и долины, и низины, и пустыни. То есть у всех есть все части Израиля. Интересно, что Израиль самая небольшая, наверное, страна в мире. Но там есть и горы, есть и долины, да, Мертвое море, это самое низкое место на земле. Есть и снег, есть и солнце. Это, то есть, все, что есть на земле, есть в Израиле. Седьмое условие. Венифнин лаахоре хагадер, вяафиру бизде меляа карком. Человек имеет право справить свою нужду по-большому. За забором поля, на котором растет карком. Карком это сегодня сафран. Один паунд вот этого сафрана стоит пять тысяч долларов. Очень дорогое растение. Оно вообще по себе, в принципе, ничего не весит. Там очень мало, поэтому нужно его очень много. Но сафран очень полезное растение. Несмотря на то, что это может повредить этому растению, говорит Мора. Имеешь право справить свою нужду. Кроме этого, лони цераха эля литоль гемено церор. Для чего он нуждал нам это братье? Чтобы сказать, что, что было раньше туалетной бумагой, камней. Что он имеет право вытащить камень, даже вытащить камень из забора этого человека, для того, чтобы себя очистить. Кроме этого, христа говорит, вяафиру бе-шаббат, можно это сделать даже на шаббат. Что запрет разрушать шаббат, он запрет по мудрецам. Когда это запрет по Тории, когда человек разрушает для того, чтобы построить. Поэтому здесь ему это нужно не для того, чтобы строить, а для того, чтобы себя очистить. Имеет право снять этот камень оттуда из забора на шаббат. Гемара говорит, что был Мазутра, который был очень паец, был хасидом. Он потом вставил этот камень на место и потом своему ученику говорил, иди и замажь его, чтобы не было ущерба этому забору. Каждый придет, по камню заберет, от забора ничего не останется. И объясняет комментатор Гомары, что у нас есть правило. Гадоль квода бриот, шедохе лото асэминатора. Что почет и уважение человека настолько велико, что из-за этого можно нарушить запрет по Тории. Например, человек встал где-то, шел по улице и вдруг увидел, что вокруг него полно тараканов, жучков, гучков. И не может пройти. Почему? Сейчас он наступит нарушить запрет шаббат, не убивать. Что делать? Если кто говорит, то пусть подождет, когда ему нужно будет сходить в уборную. И тогда, называется, кого-то брет, почет и уважение к людям, тогда, может быть, можно будет ему там быстренько пройти. Дальше, восьмое условие. Человек, который уже со своего поля все убрал. Сейчас это поле, там ничего не растет. Сказал его шоу, чтобы он разрешил, чтобы люди ходили по этому полю. И можно ходить по этому полю до какого времени, до того, пока не выпадет второй дождь. Потом уже начинает все расти. Если люди будут там ходить, то они испортят то, что растет на этом поле. Гагмара, нора, папа говорит, Вэай, дидан, афилу, таль, кашира. А папа говорит, что этот закон в Вавилоне, говорит, даже если немного уже выпала роса, и будут люди ходить по полю, это будет вредить урожаю, который там есть. Дальше. Гагмара, интересно, что люди должны научиться правильно думать. Мы знаем, что Моше назвал Йошуа. Написано, что когда он отправил разведчиков, одним из них был Йошуа, правильно? И он назвал его Гошея, Йошуа, добавил им букву Ют. Но уже в войне с Амалеком его имя было Йошуа. Почему здесь написано? Хахамин говорят, что нужна была еще одна особенная молитва Моше, чтобы Йошуа не пошел вместе с разведчиками заодно. Почему? Потому что они были там, они должны были видеть, что Бог делает для них чудеса, люди умирают, их не трогают и так далее. Но что они думали? Они думали совсем наоборот. Они думали, смотри, Бог показывает, что мы правы. То не нужно сюда приходить, мы не можем сюда прийти. Все перенули кверх ногами. Поэтому Моше молился за Йошуа, особенную молитву, чтобы он с ними не был заодно. Девятое условие. Человек имеет право ходить по краю поля другого человека, если дорога неровная. Да, что было раньше? Раньше была дорога из глины, как здесь показано. И когда ходили там зимой, или ездили там кареты и телеги разные, то были острые выступы из этой земли. И люди в основном раньше ходили босыми. Поэтому Гамара, что они имеют право пройти по полю, по краю поля, чтобы не идти по дороге и спокойно пройти. И говорит Гамара, что Шмуэль вера в Юда. Они сказали, что такой же закон не только в Израиле, что можно ходить по краю поля, когда земля неровная, тогда асфальта не было, бетона не было, но даже в Вавилоне. И Гамара рассказывает интересную историю, что шли по дороге два мудреца. Они не шли по дороге, они шли по краю поля, как сказал Йошуа Рабиуда и Рабихия. И вдруг они увидели человека, который идет по дороге, по неровной дороге, мучается, тяжело идет. Говорит Раби, Рабихия, кто говорит этот человек? Почему он показывает себя, что устражает закон? Сказал ему Рабихия, это, наверное, мой ученик Рабиуда Бендекуса. А он человек, который все, что делает, он делает во имя небес. Они так как шли по прямому полю, они его обогнали. Увидели, он говорит, а, говорит ему Раби Акадош, если бы ты не был Рабиуда Бендекуса, я бы тебя отрубил ноги. То есть, я бы тебя послал в Херем. Почему ты показываешь себя таким, что ты устражаешь закон? Амигар, на самом деле, он был праведный, поэтому его не наказали Херемом. Но, Ахмим учат интересную вещь. Если ты устражаешь для себя закон, по Аллахе можно делать то, что ты не хочешь делать. Ты не должен потом на других смотреть свысока. О, смотрите, я какой молодец, а они еще совсем-совсем далеко. У человека не должна быть голова. Ты хочешь делать закон лучше, больше, строже, чем надо, делай это для себя. Никому не надо этого показывать, никому не надо ничего доказывать. И не нужно смотреть на людей сверху вниз. Дальше. И десятое условие. Человек, который заблудился в винограднике, даже сегодня, она здесь так хорошо не видно, я думаю, что это кактусовая роща, человек туда зашел, он заблудился. Его сегодня выводят оттуда посредством самолета. Самолет летает над ними, говорит ему, куда идти. Это огромные рощи, огромные лица. Или виноградник. Виноградник был какой раньше? Он был, виноградник обычно на земле. Да, у нас мы строим для него опоры, но виноградник обычно идет в ряд. Он слабое дерево, поэтому человек, который заблудился в винограднике, говорит, что он может подняться, раздвинуть ветки этого виноградника, или даже, по тому мнению, вырубить себе дорогу, прорубить себе дорогу для того, чтобы выйти на свободу из этого виноградника. Рожба говорит, что, скорее всего, он должен будет заплатить за ущерб, который он нанес, но все-таки это постановление, Гешуа сказал, чтобы можно это делать. Светлый Гмара, дальше. Это же по Тории закон, что, в Тории закон, ты должен вернуть ему его потерю, но написано в Тории, верни его самого, то есть человек потерялся, митцва его вернуть. Для чего нужно было постановление условия Гешуа, которые он сделал? А Шават Гуфо, это, Гешуа сказал, По Тории, кто имеет право раздвинуть эти ветки виноградника, если ты видишь, что твой друг там потерялся, так как ты знаешь правильно, откуда выйти, тебе, скорее всего, его другу дали разрешение развести ветки, чтобы нанести как можно меньше ущерба. Но самому человеку по Тории он должен был вернуться туда, откуда он пришел, и обойти уже этот виноградник, чтобы дойти до дороги или до города, куда он ушел, когда он хотел пройти по этому винограднику и урезать себе дорогу. Но, так как Гешуа сделал то условие, он сказал, что даже этот человек, который там заблудился, он сам может эти ветки разрезать, раздвинуть. И одиннадьшее условие, сказали 10, но Гмара объяснит, почему 11, что человек, который, не дай бог, скончался на улице, там, где он скончался, 4 локтя земли он себе приобрел. Чего бы это поле не было, как бы человеку не нравилось, это место, где его хоронят. Мы с вами проходили в Масахет-Кту, вот что Рабея Кива до того, как он еще стал великим мудрецом, он нашел такого человека и он нес его, нес, 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 пока ему не сказали, Акива, ты делаешь ошибку, нужно было его похоронить там, где он скончался, он думал, что он делает митцву, оказать ему уважение, оказался не. Тогда Рабея Кива сказал, что ухаживать и быть рядом с мудрецами это больше, чем учиться у них. Как бы там ни было, она говорит, когда это, что, другая брата говорит, что, а что если он умер на дороге, тогда тогда это поле передвигается, тогда это тело сдвигается, почему по дороге ходят кони, по дороге проезжают кони, они могут стать из-за него нечистыми, поэтому, она говорит, мы его переносим на поле. Какое поле, если поле было, одна сторона была взрытое поле, второе не, то хороем там, где поле не было взрытое, на более худшем поле, а если было оба взрытые, но одно было засеянное, там, где не засеянное, то сделаем как можно удобно, как было хозяин этого поля. Дальше, говорит Раше, мы сказали, что кони могут проехать за ним и оскверниться, поэтому с дороги мы его убираем. Мы сказали, что Юшуа сделал с еврейским народом, заключил 10 условий, а мы почитали 11, объясняет Гамарам, что то, что мы сказали, если дорога не ровная, то человек имеет право ходить по краю поля, это постановление сделал в Шлому Амелих, как он сказал, посуд Мишлен говорит так, не делай, не предотвращай добра людям, когда ты можешь это им сделать, то есть, если ты ничего не теряешь, например, у тебя есть огромный участок земли, там, на краю твоего двора, ты там, очень редко бываешь, тебе это не нужно, и люди хотят урезать себе дорогу, не запрещай им, ты можешь сделать добро, ты от этого ничего не теряешь, не будь таким вредом, теперь, мы говорим, что только эти 10, что больше нету, и приводят еще несколько брать, которые говорят, еще несколько условий, которые сделали его шок, как мы говорили, Раби Уда говорит, что человек имеет право, проходили в начале этого трактата, на 30-м листе, я думаю, на 20-м листе, человек имеет право, в определенное время года, когда это разрешалось, мудрецам, вынести навоз на улицу, чтобы люди и животные по нему ходили, и он превратился в удобрение, кроме этого, Раби Шмаэль, он говорит, человек имеет право, например, у него улетели пчелы, и свили улей, на чьей-то ветке, имеет право прийти к этому человеку и срезать эту ветку, потом должен будет за нее заплатить, но чтобы не потерять свою улей, имеет право это срезать. Дальше, наибидим, что человек, который вез вино, и другой вез бочку меда, и мед стал проливаться, то тот, у кого есть вино, должен выпылить свое вино, потому что вино стоило намного дешевле, чем мед, налить туда в бочку этот мед, помочь человеку, чтобы он не потерял, но потом за свое вино он должен получить плату медом или чем-то другим. То же самое, два осла, один везет дрова, второй везет лен, если осел с леном скончался, умер, подох, то тот, кто везет дрова, должен свои дрова разгрузить, перевести лен, и потом получить плату за свои дрова. От этого лена. Кроме этого, мы скажем, что если у человека, который растет дерево, деревья на границе, и часть из них уходит кроной на поле его соседа, он имеет право прийти в бедном выдаче и сказать, я принес себе первинки, бикурим, из земли, которую ты мне дал. Несмотря на то, что его дерево питалось, часть его питания была с поля его соседа, имеет право сказать, что это моя земля. Как же это мы можем примирить? Мы сказали, что брата говорит всего 10, а здесь есть еще другие. Объясняет Гомара, что только при этом условии Йошуа оставил наследство евреям землю. То есть, что это было, это как отец, у которого есть поля, есть дома, есть полисадники, он оставляет наследство своим детям, что он говорит своим детям, я хочу, чтобы с этим вы сделали так-то, а с этим сделали так-то. Объясняет Гомара, что на самом деле, то, что мы 10 условий Йошуа перечислили, это было не Брайта. Это не сказали его мудрецы Мишны, а сказал мудрец Гемары, кто? Амура, раби Йошуа, бен леви. Эти 10 условий он обучил, а все остальные, они были Брайта, которые научили мудрецы Мишны. Бедра, зачем? На следующем уроке мы пройдем с вами 10 токанот, постановлений, которые установил Эзра, и мы видим, что это два лидера, которые привели еврейский народ. Йошуа в первый раз, а Эзра во второй раз, когда они вернулись из Вавилонского Исанария. Баруха, донай, амин, амин.